Здравствуйте! С вами Андрей Новиков и YouTube-канал Проекта Арома. Наша сегодняшняя тема — роскошные осенние ароматы. Для этого мы выбрали пять композиций, которые, на наш взгляд, звучат действительно дорого. А именно, Music for a While от Фредерика Маля, Джизал Мир от Comme des Garçons, Бодежор от Tom Ford, Soul of the Forest от Maison Margiela и Noble Leather от Yves Saint Laurent. Давайте познакомимся с ними поближе. Бодежор от знатока элегантной роскоши Тома Форда. Это современная композиция, с почтением цитирующая мужскую классику. Представить, что этот аромат вышел в 2020 году, достаточно непросто. Впервые его презентовали в 2019. Бодежор должен был попасть в другую коллекцию и пополнить ряды одинаковых лаконичных темных флаконов коллекции Private Blend. Но в 2020-м он оказался на прилавках магазинов в линейке Signature. Прозрачный ребристый флакон с серебристой крышкой и строго металлической табличкой. Даже визуально Бодежор полностью соответствует стандартам классического мужского дизайна. Внутри же совершенный и безукоризненный фужерный аромат, в котором привычные представления о мужественности в парфюмерных композициях подтверждаются. Но их не эксплуатируют. Аромат можно было бы назвать неоклассическим. Столько в нем стиля, строгости и осанки. Аккуратной винтажности и при этом чистого современного звучания. С первых же секунд уже становится ясно, что перед нами фужер. Чистая лаванда с пыльцой. Очень холодная и колкая. Ароматический аккорд также настраивает на классический, слегка старомодный, пусть даже и стилизованный под прошлый лад. Розмарин, базилик и мята звучат естественно. Розмарин будто целая ветка. Он по-мужски горький и терпкий. А базилик добавляет аромату зеленых красок. Вместе с мятой освежает его, но в синтетическом ключе. Жевательные резинки. Свежее движение аромата идет в сторону зелени, а не морозных ассоциаций. Чуть позже из трав появляется цветочная грань лаванды. Светлая и аккуратная. Она усилена геранью. Горькой, уверенной и мужественной. Что придает лаванде более четкие и осязаемые очертания. Герань с лавандой подогнаны очень плотно друг к другу. Плавно перетекая из цветочной пыльцы в цветочную уже горькую сочность. В базе мужественность закрепляется окончательно. Амбра. Очень современная, синтетическая. Землистые пачули и дубовый мох. Который хоть и старается изо всех сил быть будто из прошлого, но нет. Он вычищен до кристального блеска и отполирован до ослепительного сияния стерильной амброй. Жизненный путь композиции проносится из классического ароматического лавандового прошлого в искрящуюся амбровую современность. Оставаясь максимально актуальным и уместным. Том Форд мастер создавать ароматы, которые звучат дорого. И этот не стал исключением. Каждый его элемент стал частью роскошного произведения. Чистого, звонкого и безукоризненно элегантного. Всем любителям фужеров стоит попробовать. Вряд ли вы найдете в нем что-то новое. Но на сегодняшний день это крайне достойный представитель современной классики в мужской парфюмерии. Которой действительно подходит слово люкс. Ком де Гарсон Джезалмер Аромат от Ком де Гарсон Джезалмер вдохновлен одноименным городом в Индии. Как и все ароматы линейки Sirius III, он тоже посвящен ладану и иллюстрирует культурные особенности места, где этот ладан воскуривают. Аромат представляет собой зарисовку из этнографической экспедиции, пропущенную через причудливое видение дома Ком де Гарсон. Это самобытные традиции и местный колорит, такой, каким его видит и представляет человек постиндустриальный и городской. Парфюмер Велин Буланже выстраивала композицию вокруг теплого ладана, который тесно сплетен с хвойными сосновыми мотивами. Хвои как таковой в аромате нет, есть некая абстрактная колючая древесность, тяготеющая в сторону кедра. Ладан в итоге получился хоть и различимым, но очень сдержанным, тихим. Это не плотный густой дым, это тугая связка ароматических палочек, лежащая на деревянной полке со специями. Именно эти специи и придают аромату его изюминку. Кардамон, пожалуй, можно считать главной пряностью. И вообще он замечательно подходит на случай, когда хочется чего-то серьезного, статного и благородного. Его присутствие делает композицию еще теплее, а древесные акценты аромата вылезают с ним на поверхность. Разрастись деревьям, все еще очень абстрактным и призрачным, не дают другие пряности. Индия в аромате представлена корицей и большим количеством перца. Вроде бы привычные для этой страны пряности, но и для нас они не являются чем-то экзотическим. Они здесь поданы в очень комфортной для нас концентрации и форме. Такие легко можно представить в лавке посреди мегаполиса в любых широтах. Кедровый ладан с пряностями сам по себе может не казаться чем-то экзотичным или чрезвычайно торжественным. Но важно помнить, что это ком-де-гарсон. Поэтому аромат переворачивается всего лишь одним компонентом с ног на голову. Доказывая, что дом верен своим авангардным начинаниям. Главный аспект джизалмера – это яркий металлический оттенок, который появляется в аромате, когда сквозь специи пробивается нота клюквы. Этот металл словно разогретая на солнце спутниковая тарелка посреди восточного базара. Традиции и технологии причудливо переплелись в одном месте, а атмосфера транслируется через аромат по всему миру. Пряный металл с ладаном. Ладан, остывающий со временем, как будто возвещающий пришествие ночи. Металл, стремительно отдающий в пряный воздух тепло. Это экзотика, ставшая привычной и знакомой. Джизалмер – это аромат для молниеносного путешествия в вечерний индийский праздник. Он хоть и с бережной достоверностью рассказывает нам историю благовоний, но постоянно напоминает о том, что он дитя современности. И нынешние технологии служат нам для того, чтобы зафиксировать то, что могло быть давно забыто. Это глубокий, задумчивый и слегка меланхоличный аромат, в котором Восток уже давно встретился с Западом. А индийские пряности и благовония стали незаменимыми помощниками для спасения от гнетущей атмосферы поздней осени. Действительно благородная кожа. Название тут максимально четко описывает и характер аромата, и его направление. Осенью кожаные композиции становятся особенно востребованными. Их плотность и массивность в мрачное дождливое время становятся своеобразной защитой от недружелюбного климата, который, впрочем, не лишен своего очарования. Однако поэтичного и меланхоличного в этом аромате нет. Это дорогой кожаный аксессуар, который мог бы благодаря своей роскошности претендовать на статус фамильной драгоценности. Это кожа с фруктами. Кожа очень хорошо выделанная, чистая и гладкая. Это готовое изделие, сделанное очень хорошим мастером, а не грубая кожа в рулонах, пахнущая дубильными материалами. Кожаный аккорд здесь хоть и пытается показаться грубым, все же изобутилхинолин в аромате присутствует весьма ощутимой дозировки. Его грубоват-ершистый характер здесь трудно не заметить, но все остальные компоненты аромата лишь смягчают и облагораживают кожу, делают ее еще более утонченной и дорогой, придавая композиции звучание целостного произведения, а не самодовольное кожаное солирование. Кожа с фруктами хорошо известна прежде всего благодаря тосканской коже Тома Форда. Там за фруктовую часть отвечала малина. Но аромат от Исен Лоран гораздо более благородный, чистый и не столь дерзкий. В нем большое количество ванили и сухофруктов. Сладость подчеркнута изысканная, сдержанная. Она очень контрастирует с горьковатой резкой нотой кожи. Но между ними образуется необходимый драматизм и интрига. Фрукты то появляются, то исчезают. А кожа начинает заигрывать то с ванильной сладостью, то с плотной дымной смолистостью. Я думаю, что смолистые оттенки аромата появляются на стыке кожи, сухофруктов и ванили. И являются скорее результатом их взаимодействия, чем самостоятельным аккордом. Отдельное богатство звучанию аромата придает шафран. Его часто принимают в этом аромате за амбру. В основном благодаря его теплому звучанию. Но он не такой мыльный и плотный, как амбра. Шафран гораздо прозрачнее и легче. Сам по себе аромат звучит очень ясно. Вот тут кожа, здесь сухофрукты. Здесь ваниль, здесь шафран. Но сложно все это очень гармонично. Звучание построено не на взаимоусилении и унисоне, а на многоголосии. Когда разные партии хорошо различимы и вступают поочередно, терпеливо давая другому проявить свое мастерство. Noble Leather – это действительно про благородство и высоко поднятую голову. А ты в Сен-Лоран обычно и ждешь чего-то подобного. Но этот аромат максимально олицетворяет собой однозначную аристократическую роскошь. Maison Margiela – Soul of the Forest Модный дом таинственного бельгийского дизайнера Мартина Марджелы известен в мире парфюмерии благодаря своей концептуальной линейке «Реплика». Это заключенные в флакон с аптечной матерчатой этикеткой ароматы воспоминания о местах и впечатлениях. В 2016 году тема воспоминаний сменилась на сновидения и фантазии, образы которых поместили футуристичные черные флаконы с технологичной серебряной этикеткой. Аптека с воспоминаниями стала психоделической лабораторией будущего, как в романах Филиппа Дика. Аромат душа леса посвящен непроглядной лесной чаще, утопающей в плотном тумане. Вековые деревья устремлены ввысь, а их крон не видны из-за густой дымки. Лес этот фантастический, но не инопланетный. Его образ вполне знаком, привычен, но на первый план здесь выходит не достоверный зеленый пейзаж, а мистическая, даже фантасмагорическая лесная атмосфера. Это темный лес из сказок или из сновидений. Ничего страшного там не происходит, он по-своему приветлив, любопытен, но при этом это лес отстраненный и холодный, хотя и очень величественный. Привычные и ожидаемые лесные образы здесь это кедр, дубовый мох и большое количество пихтовой смолы. Такие могучие деревья, растущие до самого неба. Для придания лесу большего дружелюбия в аромате присутствует черная смородина. Яркая, зеленая, прохладная и с заметной кислинкой. Мистичность и ощущение чего-то потустороннего дает ладан. Его много, он холодный, не торжественный и не церемониальный. Это именно дымка в лесу, в котором никогда не было человека. Ладан делает аромат несколько строже, но хорошо добавляет ему атмосферности, эдакого сновидческого состояния. Чтобы не делать лес тревожным и опасным, парфюмер Квентин Биш использовал кленовый сироп, сбалансировав приятной терпкой сладостью древесные и ладанные аккорды. Кленовый сироп здесь очень гармонично звучит с древесными нотами. Его совсем немного, но его присутствие делает лес симпатичнее и дружелюбнее. Попробуйте этот деликатный глубокий аромат с легким налетом психоделичности, если любите прогулки по осеннему лесу, когда лес не то, чем кажется. «Музик for a while» от Фредерика Маля. Он вышел в 2018 году, и это пока первый и единственный аромат в коллекции издателя, который можно было бы отнести к гурманскому направлению. Лавандово-ананасовый аромат с карамелью, жженым сахаром и этилмальтолом, посвященный произведению Генри Персола «Музик for a while». Название аромат уже получил после того, как был готов. Выспевающий барочную эстетику, светлую мечтательность и красоту человеческих чувств. Большое количество очень чистой, изящной лаванды, мягкой и спокойной. Пряный анис с легкой, почти незаметной горчинкой, торжественный фруктовый аккорд, а затем изысканная сладость карамели, ванили и жженого сахара. Сладость заметная, но ее интенсивность филигранно сбалансирована неожиданным и крайне удачно вплетенным в повествование элементом. Парфюмер Карлос Бенаим искал то, что сможет с одной стороны сгладить лаванду, а с другой стороны смягчит сладость, не дав аромату превратиться в пресловутый лавандовый десерт. И с помощью ноты консервированного ананаса ему это удалось. Тропическая сладость свежего фрукта здесь отсутствует, только освежающая ананасовая кислинка с сиропом. Именно эта кислинка ананаса делает композицию такой уникальной и интересной. Ничего подобного до этого еще не делали. С такой тщательностью и дотошностью разместить на одном полотне ананас, лаванду, фрукты и ванильно-карамельную сладость так, чтобы композиция получилась собранной, живой, естественной. И при этом еще и с непревзойденной художественной ценностью это действительно колоссальная работа. И, пожалуй, лишнее доказательство того, что Фредерик Маль сейчас одна из самых важных фигур в современной парфюмерии. Аромат, впрочем, говорит за себя сам. Его красота и удивительно удачный набор компонентов, его феноменальная стойкость и красивейший шлейф Это не банальный сладкий гурманский аромат с потрясающей лавандой и освежающим ананасом, глубокими маслянистыми пачули и этилмальтолом, который делает композицию максимально современной. Этот аромат вызывает ассоциации с мягким желтым светом. Он однозначно позитивен и способен всего лишь одним распылением разогнать даже самые тяжелые тучи. И на сегодня все. Напишите в комментариях, существует ли для вас такое понятие, как дорого звучащий аромат и какие ароматы вы считаете таковыми. А с вами был Андрей Новиков и YouTube-канал Проект Арома. Спасибо и всего доброго!